Моё почтение, дамы и господа, с вами Костерин. В своём прошлом видео я рассказал о том, как обойти ограничения на раздачу мобильного интернета с помощью программы TTL Patch. Этот способ, как было описано в комментариях, работает не у каждого пользователя, и я с чувством невыполненного долга решил записать вам второй метод. Если вас интересует первый, то можете перейти по ссылке в описании. А мы не будем долго задерживаться, и начнём. Что вам надо, так открыть файл на компьютере под названием REGIDIT. Вот этот файл. Запускаем от имени администратора, он у меня уже запущен. И здесь нам нужно найти путь. Не пугайтесь, я всё расскажу. Так, что нам надо? Первым открываем третью строчку. HKLocalMachine. Можете читать как хотите, но открываем её, в общем, стрелочка вбок, чтобы стрелочка была расположена вниз. Так, далее. Выбираем параметр System. Вот он. Тоже открываем стрелочкой. Потом выбираем третий уже, Curate Control Cell Set. Так видно, да, наглядно уже. Далее, сервис. И вот тут надо будет чуть поискать такой параметр, как TSPIP. Ищем просто букву T. L-M-N-P-R-S. И так, так, так. Вот TSPIP. Файл у нас будет тоже стрелочкой. Потом открываем параметр и уже нажимаем на саму папку параметр. Открывается такое меню. Нажимаем создать. Что мы создаём? Создаём параметр DWORD32BIT. Так, создали новый параметр. Именуем его как... Так, Default и с большими буквами TTL. Так, у меня этот файл уже есть. Вот он, Default TTL. Теперь открываем его. Нажимаем изменить. Выбираем десятичную систему исчисления. И ставим TTL, такой, как у нас на мобильном устройстве. 65. Нажимаем сохранить. Всё. Можем закрыть приложение. У меня уже всё настроено. Вам необходимо перезагрузить компьютер. Итак, у меня он подключен. Вот видим смартфону. Lego Cool One Dual. Так, попробуем открыть. Вот, допустим, Win App Store. Всё грузит, всё работает. Так, какие ограничения есть у этого способа, как и у всех остальных. Так это ограничения на торренты и другие облачные хранилища. С мейл-облако и Яндекс.Диск скачивать можно. Ну и, в принципе, браузерить и серфить в интернете можно спокойно, не опасаясь. Wargaming. Game Center грузит. Игра сама тоже работает отлично. Ну всё. Если этот способ вам помог, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал. С вами был Костярин. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok